В прошлом году более 17 тысяч жителей региона обратились в больницы после встречи с клещами. Каждый третий клещ в Новосибирской области носитель болезни лайма, а каждый десятый энцефалита. Ученые утверждают, тот теперь может спровоцировать ранее прибуждение опасных паукообразных. Екатерина Стывко о мерах профилактики. За оптическим прибором Галина Чечерина всю жизнь изучает клещей. Говорит, в нашем регионе обитают сразу пять видов опасных паукообразных. И некоторые особи уже вышли на охоту. Встретить их сейчас можно в сельской местности. Когда траву собирали, скашивали, в рулоны собирали, то есть скорее всего это где-то был какой-то подлесок, там где клещи существуют, тенечек, прохлада. И он просто-напросто был в сено закатан. Он в диапаузу ушел взимовать в этом сене. И все, когда сено размотали, понесли животное кормить, просто-напросто этот клещик активировался. Первые случаи покусов уже зарегистрированы в Новосибирской области, но это скорее исключение из правила. Пока на улицах города лежит снег, бояться нечего. Но как только земля прогреется до плюс четырех градусов и появятся первые проталины, клещи проснутся, а ученые рассказали примету. Если на участке начала расти мать и мачеха, значит клещевой сезон стартовал. Клещам достаточно лишь раз за лето напитаться кровью млекопитающего, чтобы пополнить свои запасы и начать подготовку к зиме. По подсчетам ученых, членостоногие могут переносить около 30 разных болезней. И самое опасное из них – энцефалит. И несмотря на то, что первое описание симптомов этой инфекции упоминались докторами аж 19 века, изучать болезнь начали относительно недавно. В 1937 году это был местный врач с Дальнего Востока. Он докладывал Москву о том, что появилась какая-то непонятная клиника, и не могут установить диагноз этой клиники. Поэтому уже как ответ на это сообщение, и плюс еще вот эти заболевания солдатов, вот они как раз привели к тому, что была организована экспедиция. Дальний Восток, Сибирь, центральная часть страны, даже полуостров Крым. Клещи живут везде, где есть растительность, животные и люди. Правда, почему в одних регионах зараженных членостоногих больше, а в других меньше, для ученых все еще загадка. Как и то, чем лечить энцефалит, ведь лекарства до сих пор нет. Пролить свет помогут новые методы исследования, надеются ученые. В нашем институте с 1981 года существует коллекция, ежегодно пополняется коллекция вируса клещевого энцефалита. Сейчас это более 200 штаммов. Мы сейчас производим полногеномное секвенирование вот этих штаммов. То есть мы хотим посмотреть все-таки, что там происходит. Причем вот это полногеномное секвенирование мы связываем, пытаемся связать и посмотреть с биологическими свойствами этого вируса. В прошлом году клещи покусали больше 17 тысяч жителей региона. Единственный метод защиты от энцефалита – это вакцинация. Поставить первую прививку важно до начала теплого сезона. Екатерина Стывко, Тарас Тарасов, Новости ОТС.